19-летний Алексей Блинов, якобы успешный бизнесмен, активист и даже руководитель благотворительного фонда. Давайте выйдем на улицу, поздравим наших ветеранов, наших дедушек и бабушек. Но все это лишь прикрытие, чтобы заниматься относительно честным отъемом денег. Дарья Старостина одна из жертв. Осталась без работы, зато с кредитом в 250 тысяч. В какой-то момент начинал меня прямо уговаривать уволиться, что у него есть своя компания, что пойдешь работать ко мне, у меня там лучше, круче, зарплата и так далее. Блинов рассказывал, что его фирма запускает проект совместно с Министерством финансов, и ему нужны сотрудники. Работа не пыльная. Брать двухнедельные микрозаймы и переводить деньги на счет компании. Потом задолженность закрывается, рейтинг микрокредитной организации повышается, и она выплачивает хорошие проценты. Блинов, получается, с ними сотрудничает, и они ему платят за то, чтобы поднимались их рейтинги. То есть мы берем у них займы, и их гасят нам. Для убедительности молодым людям, а практически все жертвы ровесники афериста, Блинов демонстрировал вот эти фотографии. Вот он рядом с Владимиром Жириновским, вот пожимает руку губернатору Подмосковья, а вот непринужденно общается с заместителем главы администрации города Королев. У нас все встречи носят открытый характер, и очень сложно сказать и выбрать. С тобой я буду фотографироваться, да? С тобой не буду. Вахта памяти была. Мы идем, раз уже Блинов здесь. Так или иначе, но многие Блинову верили. Видно было, что у мальчика есть деньги, да, то есть что живет он не как среднестатистический человек. Легкие заработок и обещания красивой жизни сделали свое дело. Кредиты на себя оформляли, не задумываясь, а задавать вопросы стали лишь когда им начали названивать коллекторы. Нас кормили завтраками, и ничего мы обратно не получали. Сколько вы в итоге набрали? Без процентов около 50 тысяч, сейчас около 95 тысяч. Михаил прячет лицо и не называет фамилию Боится уголовного преследования. Он и его девушка Наталья работали на Блинова, инструктировали новичков и контролировали финансы. Меня через какое-то время поставил на должность заместителя руководителя отдела. Деньги переводились также через меня и Наташу, но они переводились все сразу ему, и нам ни копейки не оставалось. В финале аферы Блинов инсценировал собственную смерть от сердечного приступа. Даже некролог опубликовал на странице фирмы. О том, что он жив и просто сбежал, знали лишь двое сотрудников. Алексей умер еще до поездки, якобы. А, то есть вы уже смертвой спокойненько ездили? Да. Вы на тот момент уже понимали, что он делает что-то... Я, в принципе, никуда ехать не хотела и не хотела пройти отпуск. У меня было ужасное предчувствие, но, к сожалению, меня не послушали. Заметая следы, Блинов бросил Михаила и Наталью без документов и связи в аэропорту Анапы. Паспорта, телефоны он взял якобы для того, чтобы купить билеты и начислить мили для приложения по аэрофлоту. После чего он это взял и ушел. Потерпевшие написали коллективное заявление в полицию. В общей сложности мошенник обманул как минимум 50 человек. И все эти люди теперь должны банкам около 7 миллионов. И это не считая процентов. Алексей Блинов проживал вот здесь, в 22-й квартире. Сейчас здесь живут его родители, но нам дверь никто не открывает. Слышно, что за дверью кто-то есть, но общаться они не хотят. Поговорить удалось только с отцом Алексея. По его словам, он давно не живет с семьей, но догадывался, что с сыном что-то не так. Да, он начинал с нас. Каким образом? Ну, как же и деньги воровал, и аппаратуру у меня воровал. Познакомился с какой-то девчонкой с одной, у него папа богатенький. Вот, и ему не хватало денег. По нашей информации, сейчас Алексей Блинов находится в Крыму и, судя по всему, продолжает мошенничать.